приветствую вас народ в этом видео поговорим с вами про огнеметные танки стримером дали возможность покататься на тесте на этих новых танках с новыми механиками поскольку это тест понимаем что эти танки не финальные изменяться они еще будут поэтому просто выскажу свое мнение что мне понравилось что нет чего не хватает и так два танка второй уровень и 8 какие вообще особенности огнеметов у второго уровня скорость полета огнеметной струи 60 метров в секунду понимаем что это очень медленно даже на близких расстояниях если соперники катаются еще и на быстрых танках упреждение нужно брать огромное и попасть супер сложно но стоячие танчики попасть легко точность какая-то прям не точная разброс на 100 метров 3 метра что у второго уровня что у восьмого прицел всегда большой но тем не менее суть стрельбы такова что нам не нужно прям уж сильно выцеливать какие-то уязвимые зоны достаточно просто попадать по врагу чтобы оглушать его поскольку у нашей огнеметной струи есть еще и оглушение время дезориентации на втором уровне 7 секунд также у второго уровня пробитие среднее 19 также что у второго уровня что у восьмого орудия барабанная у второго уровня 4 выстрела в барабане между выстрелами перезарядка 2 секунды общее время перезарядки 10 секунд урон за огнеметный выстрел 175 ну и дальность огнеметания 100 метров на восьмом уровне хоть и чуть побольше но не намного и так теперь подробнее поговорим именно про второй уровень здесь бронированных танков поменьше и хоть у нас танк поддержки соглушением и так далее против большинства соперников у которых нет брони танчик который называется xt 130 в основном играется когда майер они как танк поддержки поскольку бронированных танков мало на втором уровне и только когда мы находим соперника у которого много брони мы превращаемся в танк поддержки поскольку урон который мы наносим значительно падает поскольку пробитие небольшое на втором уровне есть башня и играть не сложно более-менее приятный простой легкий геймплей огневая мощь барабана с четырьмя выстрелами и быстрой перезарядкой очень высокая танк на втором уровне получился нереально сильный ну а броня у танчика 15 миллиметров лоб борт корма что башни что корпуса в принципе второй уровень получился супер сильный теперь переходим к восьмерке это объект 156 а здесь уже скорость полета огнеметной струи 80 метров в секунду но я бы сказал бы что это заметно что она там быстрее летит скорость все равно очень медленная дальность огнеметания 150 метров тоже не сказать что это далеко танк получается чисто для ближнего боя это тоже барабан огнеметных выстрелов 3 и между каждым выстрелом перезарядка 4 секунды общая перезарядка барабана 20 секунд урон за огнеметный выстрел 400 среднее бронепробитие 85 и броня лба рубки 250 миллиметров борта 90 карма 60 танк очень бронированный быстро ездит у него еще маскировка хорошая что хочется за него сказать на восьмом уровне башни уже нет играется намного сложнее но зато тут много брони можно играть от брони по бронированным танкам мы очень мало урона наносим но тем не менее если много по ним стрелять и хотя бы в борт за несколько барабанов мы их можем заклевать замучить а вот если нам попадаются не бронированные танки то реально прям по 400 пробиваешь и это очень жестко можно с барабана нанести 1200 урона это прям неплохо единственная проблема в том что летит очень медленно эта струя и дальность малюсенькая 150 метров легко бронированные соперники чаще всего быстрые догнать их тяжело еще и попасть таким медленным снарядом который еле-еле летит поэтому это хоть и звучит грандиозно что мы там наносим большой урод с барабана но исполнить это в бою крайне сложно также тут еще и оглушение есть на 12 секунд в итоге реализовать именно на тесте этот танк сложно во-первых много хаоса балансировщик собирает неполные бои поскольку людей маловато но и очень новый им плей много новых механик тяжело ими сразу научиться идеально хорошо пользоваться большую часть времени стреляешь из аркадного прицела увеземой зоны прям сильно выцеливать необходимости нет но иногда хотелось бы но инструментов для этого никаких нет снайперского прицела тут нету есть только артиллерийский прицел которым пользуешься не так уж часто поскольку траектория полета струи она не сильно навесная большие препятствия струя не перелетает из-за чего моментов когда нужен этот прицел их не так уж много это еще нужно найти место подгадать ситуацию что нелегко при том что у нас дальность 150 была бы дальность больше что-то еще можно было бы исполнять с этим прицелом но с дальностью 150 метров этот прицел используется редко поскольку просто тяжело создать такую ситуацию но иногда он нужен в некоторых ситуациях тоже редких хотелось бы видеть снайперский прицел когда заезжаешь врагу в корму он отвлекся ты его обманул кажется что ты молодец хоть он и бронированный во лбу но в него есть тонкие места которые хотелось бы пробивать получить кайф от своего барабана огнеметного и нанести много урона но выцелить тот самое тонкое место в корме не так уж легко в узких пространствах когда все двигается хотелось бы зайти в снайперский прицел и навестись куда-то четко дно снайперского прицела тут нет ну и честно говоря он редко когда тоже будет использоваться чаще всего тут всегда стрельба из аркады происходит также у танка оказалось бы есть какое-то сведение стабилизация так сделано что прицел практически всегда одинакового размера и как бы ты ни крутился он не сводится не разводится он одинаковый всегда зачем в оборудовании можно на него ставить приводы наводки если это танк всегда имеет одинаковый размер прицела непонятно как такового сведения вообще незаметно поскольку прицел не разлетается при движении поэтому весь бой занимаешься на этом танке не какими-то там выцеливаниями а тем чтобы правильно четко как-то подъехать заехать и найти момент чтобы просто по сопернику пострелять да и в принципе такой стрельбы достаточно чтобы наносить урон в корму или по бортам на мой взгляд все же заметно что те прицелы которые уже есть в игре они не совсем не в полной мере даю тебе возможность удобно и четко всегда стрелять также на реплеях которые я наиграл на тесте можно слышать много багов со звуками звуки подвисают я думаю что это исправит конечно же но упомяну что такое есть также еще скажу про отметки я видел как они выглядят на этом танке какие-то там сбоку на мазюканые на маске отметочки выглядит на мой взгляд некрасиво и было бы неплохо добавить мод на отметку в игру который есть во всех практически мод паках и отметку смотреть в модике на экране они на самом танке поскольку но раз орудие такое маленькое по сути там ствола нет практически и отметки некуда прилепить может и не надо их никуда лепить поскольку выглядит максимально некрасиво лично на мой вкус также понятно что это танк поддержки но на восьмом уровне как-то чересчур маленькая средуха всех получается и танк хоть этой премиумной большую часть боев очень мало приносит серебра дан можно но к нему привыкнуть научиться всеми механиками пользоваться и тем самым повысить свою результативность и чаще увозить серебро но у меня за 17 боев получилось пофармить 50 и 100 тысяч серебра всего лишь два раза в остальных боях серебра практически не было поэтому хотелось бы чтобы танчик приносил больше серебра с тем самым как и люди которые на огнеметном танке играют они со временем лучше будут играть так и против этих танков со временем тоже будут играть лучше люди будут понимать что подъезжать впритык к этому танку поддержки не стоит поскольку дальность стрельбы у них маленькая лучше держаться от них на расстоянии на расстоянии они безопасны также можно вот эту пт-шку поскольку у нее нет башни просто держать на катке и никуда на не денется поэтому свои методики как противостоять этому объекту 156 о я думаю люди со временем найдут хоть и броня лобовая 250 это невероятно танкует танк очень хорошо но мне лично вот чего не хватило у танка это фарма серебра комфорта стрельбы и очень высокий порог вхождения так сказать на этом танке очень тяжело играть и начать какой-то результат показывать у многих средуха очень низкая да и и надо приплюсовывать и соглушением поскольку это танк поддержки нужно суммарку смотреть но тем не менее в общем цифра слабень хотя в некоторых боях со временем у меня начинало получаться все лучше и лучше но очень тяжело до того как попробовать огнеметные танки конечно казалось что это какая-то жуть но поиграв на них в принципе что-то из себя не представляют не такое но уж и страшное какой-то геймплей есть если их доработать то они будут вполне себе прикольно играться но я воздержусь от того чтобы предсказывать какой эффект эти танки произведут на игру сейчас балансировщики они балансятся как арта будет ли это отдельный класс техники или нет я не знаю я думаю что еще один класс техники балансировщику и так плохо от еще одного класса техники ему веселее не станет но если балансировщик будет собирать бои в одной команде артиллерия обычная во второй команде огнеметный танк такие ситуации наверное несправедливые будут поскольку она совершенно разное будут ли эти танки раздражать игроков если такой вопрос вы мне допустим зададите сложно сказать я играл на огнеметном танке вражеские огнеметные танки меня не сильно раздражали поскольку мне не нужно было в них чё-то выцеливать я ведь тоже играл на немете сильно бронированные танки которые некуда пробивать они тоже бесит но тут лючок на рубке есть вроде как но пока танк новые люди поеземой зоны не особо пытаются выцеливать стреляют как попало со временем если будут жестко выцеливать сбивали гусеницу ставить на каток и держаться на расстоянии то на этом танке еще сложнее будет играться и так стрельба очень сложная комфорта немного также на миникарте можно сделать еще дальность стрельбы докуда огнемет достает поскольку это очень важная информация и на миникарте хочется видеть до следующего поворота или укрытия достаем мы стрельбой нашей или нет это будет очень важно в целом мне понравилось на них играть особенно на втором уровне вообще очень легко танк суперсиль на восьмом уровне нужно уже учиться тренироваться но что-то на нем можно показывать но это тест на тесте люди играют более раскрепощенно и чаще всего просто веселятся там по-своему как это именно будет играться на основных серверах сложно определить ну из главного подытожить что можно сказать во-первых восьмерка сложная не так уж легко на ней играть фарм серебра чаще всего слабенький но может на основных серверах она больше будет фармить но сложно сказать потому что на тесте собираются даже бои не 15 на 15 также прицелы какого-то своего снайперского прицела которым будешь часто пользоваться и он будет удобным такого прицела у этого танка я не нашел те стандартные прицелы которые есть в игре особо не подходит этому танку единственное что аркадный прицел единственный которым ты чаще всего пользуешься но иногда какого-то вспомогательного прицела удобного хотелось бы получить такой прицел ну и отметки я думал лучше в моде в каком-то показывать чем на маске вот такое мое мнение про огнеметные танки в принципе это не такое уж что-то плохое и ужасное как я думал до того как поиграть на них я надеюсь что что-то даже интересное из этого получится заходите на тест выполняйте задания которых вы получите награду на основных серверах на свой аккаунт тестируйте пишите свое мнение как вам тест как вам огнеметные танки с вами был варчик играйте красиво всем удачи пока